Книга Иисуса Навина, глава шестая. Тогда сказал Господь Иисусу, — Вот я предаю в руки Твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб, юбилейных перед Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись, каждый с своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, — Несите Ковчег Завета, а семь священников пусть несут семь труб, юбилейных перед Ковчегом Господним. И сказал народу, — Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред Ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, — Семь священников, несших семь труб, юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и Ковчег Завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за Ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, — Не восклицайте, и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, — Воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, Ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли Ковчег Завета Господня, и семь священников, несших семь труб юбилейных перед Ковчегом Господнем, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди, а идущие позади следовали за Ковчегом Завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, — Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, — Господу. Только Раав блуднится, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные добудут святыню Господу и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что было в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши, высматривавшие город в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды, медные и железные, отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал, проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце Своем Он положит основание его, и на младшем Своем поставит ворота его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Глава седьмая Книги Иисуса Навином Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. А хан, сын Хармия, сын Завия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там. Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разграбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, о, Господи, владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас, о, если бы мы остались и жили за Иорданом? О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли, и что сделаешь тогда имени твоему великому? Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдии, сын Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сценарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его. И шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на их камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Глава восьмая Книги Иисуса Навина Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твоей царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что ты сделал с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал, смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, которые со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди города. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшине Израилеву впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу, и поставил стан с северной стороны Гая. А между им и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины. Когда увидел этот царь Гайский, тот час с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место предравниною. А он не знал, что для него есть засада позади города. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне, а они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили, отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу, простри копье, которое в руке Твоей, Гайю, ибо Я придам его в руки Твои. Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тот час встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тот час зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им так, что они находились в средине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острей меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острым меча. Падших в тот день мужей и жен, всех жителей Гая было двенадцать тысяч. Иисус не опускал руки Своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня, а царя Гайского повесил на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем все сожжения Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господа, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Субтитры создавал DimaTorzok